Мародёры и убийцы ходят на реабилитацию к психологу в масках. Звонки поступают по несколько раз в день, поступают звонки от разных людей. Участники спецоперации обращаются за помощью к специалисту по самым разным поводам. После артобстрелов, ранений или гибели товарищей у бойцов развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Многие начинают злоупотреблять алкоголем или становятся предрасположены к агрессии. «Марыночка, а ты что, кстати, вечером делаешь? А ну, рискнёшь отказать участнику СВО?» Единственный способ излечиться – это регулярно проговаривать с психологом причины тревог. «С груши проще. Поколотил грушу, легче стало. Легче в моменте, а в долгосрок?» «И в долгосрок. Груша вся недалеко.» «Как-то не по себе стало, Мариночке. От того, что рядом с убийцей на столе лежат, ножницы и скотч?» «Ну, попробуйте просто. Вы же всегда можете отказаться. Вас же никто не заставляет там постоянно звонить и что-то там рассказывать. Нет. Ну, конечно, конечно. «Думает, жалко ты мне, Мариночка, в бучи на глаза не попалась. Я бы и с тобой тоже бучу сделал». Вместе со специалистами жены и дочери защитников родины учатся заново привыкать к новой реальности. «Это надо взять себя в руки, расставить все это, сосредоточиться, да, потому что, ну, это тоже необходимо на самом деле. Какая-то вот такая поддержка, наверное». «Жена военного преступника выглядит, как жена военного преступника. Омоложение и косметология тут явно бессильны». «Да, когда человеку просто дают выдохнуть и вообще прийти в себя». «Да, чтобы ты с холодной головой уже было, как делать, а не вот это вот срубать, с плеча рубить». «А ты как думала, на смертях мирных людей семейное счастье построишь?» «А ты как думала, на смертях мирных людей семейное счастье построишь?»